Подробнее об истории сейсмической активности в Италии расскажет Екатерина Миронова. Опененский полуостров трясет регулярно. Вот только некоторые сводки сейсмических наблюдений. Пожалуй, самая крупная природная катастрофа в современной истории случилась в 1908 году на Сицилии. Полностью был разрушен город Мессина. Погибли, по разным данным, от 80 до 250 тысяч человек. В 1915 году сильные толчки атаковали центральную часть страны. Жертвами стали 32 тысячи граждан. Последнее крупное землетрясение зафиксировали 7 лет назад. Очаг возник всего в 40 километрах от нынешнего эпицентра. Тогда погибли около 300 человек. Все объяснимо, говорят сейсмологи. Италия находится на разломе двух больших тектонических плит. Евразийской и Африканской. Вот и страдает. И вот эти две плиты контактируют, испытывают взаимное перемещение. И вот когда в взаимном перемещении этих плит начинает что-то мешать, потому что границы между плитами, они же неровные, локально начинает накапливаться напряжение, резкая подвижка, и излучаются сейсмические волны, которые мы ощущаем в виде землетрясения. Именно так произошло и сегодня. Эпицентр возник в 100 километрах от Рима. Очаг по сейсмическим меркам залегал неглубоко в земной коре, всего в 10 километрах. Мощные подземные толчки до 6 баллов чувствовались по всей Центральной Италии. Разрушения оказались значительными. Особенно пострадали городки Аматричи, Акумоли, Поста, Аркуата, Дель Тронта. Людям посреди ночи пришлось выбегать из комнат на улицу. Мне чудом удалось спастись. Стены рушились со всех сторон. Потом начал рушиться потолок. Я положила на голову подушку. Только благодаря этому меня не убило обломками. Пациентов в больниц срочно эвакуировали. Итальянские газеты пишут, что в одном из поселков из-за толчков разрушена колокольня. Под завалами до сих пор остаются люди. Искать пострадавших спасателям помогают местные жители. Вы можете дышать? Да, немного. Главное сохранять спокойствие. Полицейские уже в пути. Мы сейчас пробуем убрать эти камни. В результате землетрясения пострадали три итальянские провинции. Умбрия, Марке и Лацио. Исключая Рим, очевидцы говорят, что в столице толчки почти не чувствовались. В регионах в общей сложности проживает 8,5 миллионов человек. В основном в пострадавших населенных пунктах занимаются сельским хозяйством. Выращивают виноград, маслины, пшеницу и табак. Развита туристическая сфера многопамятников и достопримечательностей. К тому же популярен агротуризм, когда путешественники, чтобы отдохнуть от суеты, останавливаются в средневековых деревушках. Сейчас там особенно многолюдно. Как раз город Аматрича, это где изобрели, кто знает итальянскую кухню, всеизвестные спагетти Алла Матричана. Там ежегодно устраивают фестиваль, как раз посвященный данному блюду. Как в общем-то в Италии в каждом городе есть свой. И вот данный фестиваль должен был пройти как раз в следующие выходные. И, соответственно, городок, в котором зимой от силы живет 2000 человек, а может даже и меньше, летом превращается в город, где находится 40 тысяч человек. Тем временем в интернете заметили удивительное совпадение. Нынешняя катастрофа произошла в тот же день, что и знаменитое извержение вулкана Везувия. 24 августа 79 года нашей эры лава полностью уничтожила города Помпеи, Геркуланум и Стабии. Екатерина Миронова, Вести.